Привет всем, как обычно, 5 минут в день или здесь на фейсбуке в группе initaliano.ru или на канале ютубе с таким же названием. Говорим обо всём. И сегодняшняя тема, я долго думала отнести её к лексике или к грамматике, потом плюнула и решил не разделять. Сегодняшняя тема возникла из вчерашнего прощания. Мой студент пожелал мне «bon finna settimana», потом запнулся и спросил, ну как же так? Ведь когда мы смотрим кино, то в конце титров мы видим большое слово «la fine», конец. А если я говорю «bon finna settimana», получается, ведь если я говорю «bon», то это мужской род. И почему так? Почему не «la fine settimana»? И, собственно говоря, давайте поговорим сегодня об этом сочетании, об этом слове и о слове «fine» как таковом в итальянском языке. Как обычно, переходим сразу к презентации, чтобы смотреть на примерах. Итак, вот у нас с вами появилась презентация. И на самом деле не такое простое слово «fine», как кажется на первый взгляд. Потому что, если вы откроете итальянско-русский словарь, то если вы будете смотреть слово «fine», вы увидите там как минимум две словарные статьи, зависит от словаря. Но вы увидите там слово «la fine», увидите там слово «ifine», и потом уже увидите всякие ситуации с этим самым «fine». Поэтому давайте разберемся совсем по пунктам. Итак, что такое «la fine»? То, что вы видите в конце титров, например, любого фильма. Там действительно будет написано «la fine» от латинского слова «finis», что означает предел, конец, прекращение чего-либо. И это действительно переводится как «конец». То есть, например, «la fine del mese» – «конец месяца», или «la fine dell'anno» – «конец года», или «la fine del libro» – «конец книги», или, пойдем в более философскую область, можно сказать «la fine del mondo» – «конец мира», или «la fine delle illusioni» – «конец иллюзий». То есть, как вы видите, слово «la fine» используется вдоль и поперек, используйте его, пожалуйста, оно замечательное, и очень часто без него непросто обойтись. Соответственно, вы можете встретить также оборот «la fine» отсюда же, что значит «в конце», то есть «finalmente», «dopo tanto tempo». То есть, в конце концов, вы пришли. То есть, в конце концов, будет видно, кто же был прав. Поэтому слово «la fine» существует в итальянском языке, естественно, никто его не отрицает и очень во многих ситуациях используется. Что нам скажет с вами вторая словарная статья, ну или первая, в разных словарях по-разному. Что нам скажет словарь про слово «il fine», да, про слово «fine», но с артиклем мужского рода, хотя написаться точно так же будет, да, «fine». Собственно говоря, это немножко тоже латынь, но с примесью греческого языка. И в греческом, похоже, слово, которое оттуда пришло, оно означало «scopo», «scopo» — это «цель», да? То есть здесь мы с вами говорим не о конце, мы здесь с вами говорим о цели, и в этом злачении слово «fine» вы можете встретить в таких сочетаниях, как, например, «il fine del uomo» — человеческая цель, или «il fine di una operazione» — цель какой-либо операции, или «il fine principale» — главная цель, или в оборотах «radiungere» или «ottenere anche un fine», да, то есть достигнуть, добиться цели. Не могла пройти мимо поговорки «il fine giustifico e medzi» — догадались уже, что это? Это то самое «цель оправдывает средства». Вот «цель оправдывает средства» по-итальянски как раз «il fine giustifico e medzi» — не перепутайте артикль. Или, например, «il lieto fine» — да, «счастливый конец». Итого, мы с вами имеем «fine» с артиклем «la», «la fine» со значением «конец чего-либо», и «fine» с артиклем «il» мужского рода со значением «цель чего-либо». А как же теперь нам прийти к нашему вопросу про сочетание «fine settimana»? Дело в том, что «fine settimana» — это вообще калька с английского языка, в котором есть слово «weekend». И на самом деле итальянские лингвисты и люди, которые составляют словари, они прям даже так, вы найдете эту информацию в словарных статьях, что слово «weekend» появилось вообще, первое появление в итальянском языке датируется примерно 1932 годом. И, собственно говоря, слово «weekend» имеет право на жизнь, это иностранное слово, но, в принципе, итальянцам иногда близко они любят употреблять некоторые американизмы и англицизмы, поэтому слово «weekend» пришло в итальянский язык, как оно пришло, но заканчивается на согласную, поэтому оно пришло мужского рода. «Il weekend». Условно говоря, «otras corso» — «il weekend» — «al mare» — фраза имеет право на жизнь. Но зачем нам английское слово «il weekend», когда у нас есть прекрасное итальянское слово «fine settimana»? И на самом деле я хочу вас обратить ваше внимание на то, что это слово. То есть это на самом деле даже не два слова, вы сейчас увидите пример этому, это как будто бы одно сложно составное слово. Поскольку это перевод с английского языка, слово «il weekend», который был изначально мужского рода, то «fine settimana» тоже у нас с вами мужского рода. Напоминаю, что под «fine settimana» мы подразумеваем с вами «li ultimi giorni della settimana», как правило, «sabato» и «domenica», да? И, соответственно, это у нас с вами «il fine settimana» с артиклем мужского рода. Отсюда мы с вами можем использовать такие выражения, как, например, «il prossimo fina settimana», «il prossimo fina settimana» в аду аль мари. Ближайшие выходные, ближайший уикенд. Да, я в русском тоже могу использовать уикенд, никто мне не может запретить это сделать. Соответственно, возвращаясь к теме сегодняшней пятиминутки, которая превратилась в 10, как обычно, мы с вами говорим «bon fina settimana», потому что «fine settimana» – это застывшее слово. И, смотрите, из-за того, что это застывшее слово, да, как бы парола компоста, выходит еще одна веселая история, оно не меняется во множественном числе, потому что я вас так спрошу, а какой будет «la forma plurale della parola fina settimana»? А вот вам пример. Andiamo in campagna quasi tutti i fine settimana. Fine settimana, как составное слово, не меняется. Это далеко не исключение. В итальянском языке составных слов очень много, вы можете посмотреть такие слова, как capo familia, как dopo guerra и так далее. Просто привыкайте к тому, что это есть. Вы спросите меня, ну как же так, ведь слово fine существует и слово settimana существует? Да, и смотрите, в чем история. Я могу fine settimana сломать, разрушить и сказать совершенно другую историю. Я могу сказать la fine della settimana. И тогда это будет не составное слово, тогда это будет абсолютнейший итальянизм, конец недели, и тогда он подчиняется всем правилам итальянского языка. А то есть если это конец, то это la fine. И я могу сказать на самом деле la fine della settimana, abandonando la parola composta. Да, то есть условно говоря, разрушая, выкидывая составное слово, используя два слова итальянского языка. Но на самом деле чаще всего мы говорим с вами и мы желаем друг другу bon fine settimana. Так что запоминайте его так, как есть, уже в готовой структуре. И можно еще запомнить, что цель любого человека, который работает, зачастую это тот самый fine settimana. А цель у нас с вами мужского рода. Но это так, это скорее шутка. Нет, что-то серьезное. Я надеюсь, что после сегодняшнего объяснения вы подружитесь со словами la fine, il fine, и будете спокойно желать друг другу bon fine settimana, который уже совсем скоро, не думая о том, правильно это или нет. Это правильно. Alors, bon fine settimana, ragazzi, et alla prossima. Grazie, ciao!